Более 800 миллионов рублей ушло на строительство школы. Ее возвели буквально за полтора года. Все финансовые расходы легли на плечи двух компаний-застройщиков. Сегодня новый микрорайон интенсивно застраивается домами. И социальные объекты здесь просто необходимы. В рамках выполнения застройщиков обязательства перед администрацией Ленинского района. То есть мы обязаны построить и передать собственностроение на школу, виски сад, там еще несколько социальных объектов. Владимир Жук новую школу посетил впервые. Депутату Московской областной думы показали актовый зал на 500 мест, построенный в форме амфитеатра. И хореографический, с высоким потолком, большими зеркалами и качественным напольным покрытием. Особая гордость это спортивный зал, столовая с буфетом и, конечно, учебные классы. Всего их 33, среди которых есть кабинеты химии и иностранного языка, современным мультимедийным и интерактивным оборудованием. Уникальность его в том, что оно действительно очень современное и, скажем, по всем нормам, и санитарно-эпидемиологическим, и по всем нормам для обучения детей в школе. Коставщики очень грамотно финансы свои рассчитали. И действительно, вот это оборудование пока я, скажем, мало где видела. Образовательное учреждение рассчитано на 825 учащихся. В новом учебном году сюда переведут учеников из 10-й школы, а в первый класс придут порядка 60 детей. Сегодня формируется и педагогический состав. Что касается ремонта строительных работ, они подходят к завершению. Основные силы сейчас направлены на благоустройство территорий вокруг школы. Сегодняшний день, я понимаю, что здесь вопросов таких серьезных нет. То есть и застройщики, и подрядчики, и администрации, они все эти вопросы решают в рабочем порядке и решают взаимную пользу всех сторон. Новый отчет времени для сотен детишек района. Школа номер 11 начнет 1 сентября 2017 года. Ирина Бокова, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.